Года три назад мы провели воркшоп с Колей Еремко, Ёлкой, Лёшей Ивановым и кого-то я забыл. Значит, про то, он у нас назывался, а что если бы там многоточия была игрой? То есть мы брали там Яндекс.Почту и предполагали, что с ней было бы, если бы она была, брали бы Википедию и предполагали, что с ней было бы, если бы она была игрой и так далее. Мы провели такой воркшоп, мы вступили на ВУДе, есть презентация про это, она на слайдшаре лежит. И тогда нам что-то казалось, что это такое новое слово какое-то, потом мы покупались, выяснили, что всё это у буржуев называется комминфикацион и этому уже к тому моменту было лет пять, наверное, или три. Но в России тогда про это что-то как-то никто не бегал, не говорил, а теперь все бегают и говорят. Значит, и комминфикацион это что такое? Это привнесение в какие-то обычные жизненные процессы, ну, игровых механик. Есть классическая такая статья, называется 47 игровых механик, если там вы комминфикацией как-то увлекаетесь, имеет смысл с неё начинать, потому что она описывает там всю-всю-всю палитру, которая обыкновенно применяется. И я хочу как раз рассказать про разницу в подходах с элементом гоминфикации с тем, что мы делаем в играх прямого действия. Значит, вот история примерно такая. Почти всё, что делает гоминфикация, она делает на эмоции азарта, на эмоции собственной крутости какой-то. Да, значит, и это механики, которые построены на скоринге, ну, то есть, когда мы считаем рейтинг человеку, показываем ему, как он в этом рейтинге растёт, левелы там ему какие-нибудь присуждаем, даём наградочки маленькие, показываем, какие наградочки ему подстоят. Ну, то есть, например, всем известный там Foursquare, да, он построен на этом, да, то есть, что у нас есть, в общем-то, обычная деятельность по навигации в городе, которая превращается в игру за счёт того, что, когда ты чекинишься в каких-нибудь местах, тебе дают какие-то наградки, и ты начинаешь что-нибудь делать не потому, что ты хочешь что-нибудь найти, или, там, потому что тебе что-нибудь нравится, а потому что тебе предлагают за это награду в игре. Ты, ну, стирается некоторая такая граница между игрой и действительностью, то, что ты делаешь просто, ну, там, потому что игра тебя к этому призывает. Вот. И надо сказать, что огромное количество механик, ну, их много всяких есть, можно разные примеры приводить, есть скрытые, да, то есть, когда, например, мы используем какие-нибудь формы с кармой, да, это, в общем-то, тоже игровая механика, то есть, есть такая, значит, модель кармы, которую сделали на Слаждоте, которая в России чаще всего ассоциируется с Эмбро Хэбром, когда у нас есть рейтинг автора, который рассчитывается как, ну, такая метрика, которая показывает, насколько автор авторитетен в глаза других людей, и это рассчитывается за счет, ну, на основании плюсиков, которые нажали под его постом, количество комментариев к его посту, и при этом плюсик тем весомее, чем более авторитетный автор его делал. Это, в общем-то, тоже гумификация, и она тоже построена на скорринге, и, ну, прогрессе, я на мазарте, да. Вот, значит, теперь, значит, про четыре типа удовольствия, которые игрок вообще, в принципе, способен испытывать от игры. Это такая для ролевых игр придуманная классификация, значит, ну, живого действия игр. Значит, я сейчас ее расскажу, а потом покажу разницу с тем, что принято в обычной гумификации. Есть, значит, четыре типа удовольствия. Значит, первое, с которыми гумификация взаимодействует, это удовольствие от взаимодействия игрока с моделью действительности. То есть, человек получает удовольствие от того, что он ловко управляется с моделью реальности. Ну, то есть, этим занимают практически все компьютерные игры. То есть, вот я начал играть, не знаю, в StarCraft. Я сначала врубался в правила, потом я этими правилами обладел, потом я их ловко научился применять. И есть, значит, какие-то свидетельства того, что я такой ловкий парень, у меня хороший скилл во взаимодействии с миром. Ну, человеку это нравится, потому что это такая симуляция обучения. Это вот такая вот конструкция. Вот есть игрок, взаимодействующий с моделью. Под моделью я подразумеваю просто модель мира в какой-то конкретной своей специфичности, смоделированной в игре. То есть, если мы играем, не знаю, в монополию, то у нас есть взаимодействие с картонными правилами. И, ну, игрок может радоваться просто потому, что он ловко научился взаимодействовать с правилами и выигрывает других игроков, потому что он лучше других с правилами умеет взаимодействовать. При этом монополия, это там не весь мир, это какая-то модель действительности, которая показывает какие-то отдельные особенности функционирования экономической ситуации вообще. То есть, ну, при этом она там может быть достоверной, недостоверной, и то достоверной, то в конкретных каких-то своих кусочках. Вот, значит, ну, и, соответственно, вот здесь вот для игрока, ну, эмоции, на которых все держится, это азарт, это наглядность своего прогресса, этого подтверждения того, что я крутой и так далее. Значит, здесь есть взаимодействие игрок-другой игрок. Значит, я, ну, покажу сейчас разницу. Вот здесь вот игроки, которые вот здесь играют, они стремятся, стремятся получить как можно больше средств, чтобы относительно других участников, причем не особенно важно, это участники жилые, участники, которые, ну, сделаны средствами игры, да, значит, получить преимущество. Ну, то есть, это, там, на мастерской фланге называется плюшки, значит, и, ну, то есть, там, в какой-нибудь там World of Warcraft'е такой средний игрок стремится быть как можно более высокого левела, иметь как можно более, там, мощный шмот, потому что ему, ну, потому что все это является свидетельством того, насколько он вообще замечательный. И при этом это делает игру более простой, ну, относительно фона. Значит, игрок, который любит вот противоположную, значит, ситуацию, ему нравится не сам факт победы и доминирования, да, то есть, ему важно не свидетельство того, что он офигенный, ну, и, там, медальки какие-нибудь, левелы и так далее. Ему важно соперничество, то есть, это такая напряженная конкуренция, диалог в каких-нибудь, там, не только вербальных формах с другими игроками. То есть, ему важнее не то, что он побеждает, а то, что у него есть некоторый челлендж, который создается другими людьми. Ему нравится взаимодействовать и обыгрывать именно людей. Значит, и вот игроки вот здесь вот достаточно часто себя в играх ведут, ну, прямо противоположным образом. То есть, если вот эти вот с организатором, как бы, хотят получить на старте более льготные условия, то вот эти, наоборот, стремятся попасть в как можно более сложную ситуацию для того, чтобы им как можно дольше, интереснее было выбираться. Вот, значит, ну, понятно, что у одного и того же игрока могут, в общем-то, обе мотивации присутствовать одновременно. Значит, при этом есть еще, значит, ортогональная, значит, ручка. Это игрок-мир и игрок и, ну, его новое я. Сейчас я, значит, про это расскажу. Есть еще, значит, одна мотивация, значит, она про то, что игроку нравится погружаться в смоделируемую действительность. То есть, он идет, смотрит, там, на окружающие, там, не знаю, холмы, видит, там, не знаю, видит дорогов, замки и, там, всякую прочую прекрасную, там, ерундень, там, ну, и думает, что, о, я как будто в другой мир попал. Его может вообще не волновать при этом, там, напряжение, которое волнует этих вот двух игроков, да, то есть, его может вообще не интересовать, там, какой у него уровень, не может не интересовать соперничество. Но ему важна, там, достоверность воспроизведения недельных деталей, там, быта, повествование, ну, то есть, это такая созерцательная такая позиция. И, значит, последняя мотивация, это игрок, который, значит, получает удовольствие от того, что в ходе игры он обнаружил какие-то новые границы собственной личности. То есть, он что-то играл-играл такое и про себя понял, он думал, что, о, я такой, ну, например, там, по жизни мягкий человек, оказывается, могу быть достаточно резким, могу приказывать, люди меня слушаются, оба-на. Или, может быть, наоборот, казаться, что, типа, я такой, я про себя всю дорогу думал, что я очень резкий такой чувак и, ну, как бы, там, грубый, шершавый, а на самом деле я такой весь и себе тонко чувствующий и могу, не знаю, любоваться бабочками. Вот, значит, и, значит, чему я это все говорю? Вот гомификация, она обычно вот про вот это. То есть, ну, почему так? Потому что люди, которые гомификацию внедряют, они обыкновенно рассматривают, во-первых, человека, который взаимодействует с моделью один на один. Ну, то есть, он асинхронно коммуницирует с интерфейсом и нужно его поставить в ситуацию, когда ему уже хорошо, хотя ни других игроков, ни какого-то там богатого мира, ни тем более каких-то там внутренних грани я нету. Значит, ну, это, ну, как бы, разумный достаточно выбор. Понятно, что если у нас нет других игроков внутреннего мира и внутренних грани я, тут больше делать нечего. То есть, нам нужно только давать игроку азарт, только давать ему плюшки, только показывать ему, значит, как эти плюшки могут прокачаться. Ну, значит, что я про это думаю? Я про это думаю вот что. Во-первых, вот это, ну, достаточно такая, ну, в целом детская мотивация. То есть, не то, чтобы ее не способен испытывать взрослый человек, он ее способен испытывать, но поскольку это симуляция, в общем-то, инстинкта познания, да, то есть это, ну, я думаю, что это людям интересно, потому что это апеллирует к их потребности выстраивать закономерности, да, то есть они, ну, мы все, да, смотрим в окружающий мир, понимаем, что он существует по каким-то законам, находим какую-то закономерность, потом начинаем неловко пользоваться. И ровно вот к этому вот, ну, инстинкту апеллирует вот это вот игровое удовольствие. То есть игры, которые построены на взаимодействии игрока с моделью, они интересны людям, потому что люди видят в них возможность вот эту вот, значит, инстинктивную потребность, ну, проявить больше, чем это позволяет окружающий мир. Ну, то есть в игре гораздо быстрее и проще понять закономерности, и гораздо быстрее и концентрирование, и можно получать обратную связь, что я ловкий, замечательный и так далее. Вот, значит, и так это будет оставаться до тех пор, пока интерфейс, это будет такое маленькое квадратное окошечко, значит, в котором человек взаимодействует с отдельно взятым сервисом. Соответственно, я думаю, что когда интерфейс ввода, значит, о котором чуть-чуть дальше буду говорить, изменится, и, значит, ну, все то, что можно в больших играх, станет можно в играх с интерфейсом. И если посмотреть, например, на компьютерные игры, ну, типа, многопользовательские, то там уже всего значительно больше. Понятно, что там есть игрок-игрок, да, но иначе они бы не были многопользовательскими играми. Понятно, что там есть удовольствие от погружения игрока в мир. Ну, и вот про вот это вот, значит, тоже, в общем-то, есть. Оно, ну, то есть, например, мы достаточно много в своей практике используем для менеджерских задач терминов, взятых из Варкрафта. И они взяты, ну, там, оттуда, что мы обнаруживаем, что есть какие-то паттерны поведения, какие-то личностные особенности, которые игрок себе открывает в игре. Ну, и новые, там, границы Ягодки как-то к нему по-новому, значит, оберачиваются.